Первая важная новость, игра запустится. Такая будет компенсация? Что происходит с танками онлайн? Друзья, к важным новостям канал. Ровно неделю назад в моем канале было 55,3 зрителей без подписки. Я об этом сказал, и я честно в шоке. Вы изменили эту ситуацию за неделю на 3%. И сейчас это всего лишь 52,4. Ребят, я в шоке. Но, к сожалению, это все равно большинство. Большинство смотрит без подписки. Очень надеюсь, что эта ситуация поменяется. Спасибо вам. Всем привет, друзья. С вами Биг Танкс и Олечка. Всем привет. И сегодня у нас вышло срочное обращение от разработчиков, которые я просто не могу пропустить, потому что я, кстати, еще не смотрел, по недоступности игры. Собственно, нам что-то расскажут, когда заработает игра, либо какая будет компенсация. Вообще, что происходит с танками онлайн? Прямо сейчас, в этом видосе, в котором только-только вышло, это видео, мы узнаем. Все, приятного всем просмотра. Новая интро, кстати. Красиво. Давно уже. Привет, танкисты. На этой неделе я поделюсь с вами новостями по восстановлению игры. Хочется начать со слов искренней благодарности. Именно ваша поддержка помогает всей команде ТО в этот непростой момент. Сотни комментариев, теплых слов, пожеланий приободряют и вдохновляют нас. Сложно передать словами, как мы любим и ценим игру и всех игроков. В данный момент мы работаем вне рамок рабочих часов и будних дней недели. Делаем все возможное и порой даже невозможное. Первая важная новость. Игра запустится. Но сегодня этого не произойдет. Точной даты запуска игры у нас пока нет. Да, ранее мы анонсировали восстановление доступности через пару дней после выходных. Мы понимаем, что вы не можете попасть на поля танковых сражений уже неделю. Тем не менее, наш прогноз по срокам устранения проблемы не сбылся. Наша главная задача – дать вам возможность наслаждаться игрой как можно скорее, но при этом не менее важно не наступить на те же грабли дважды. Перед запуском игры мы обязательно проверим все до мельчайших деталей. Проблема должна быть устранена полностью и произошедшее не повторится снова. На днях... Можалка. Я просто слышал это. Я уже это читал, это было в письменном виде, а сейчас это в видеозаписи. Для меня только сейчас, походу, доходит. Блин, вообще в этом видосе я хотел услышать по поводу компенсации, потому что, мне кажется, самый такой насущный вопрос, который интересует всех. Вот то, что вы видите на экране, это я сейчас не в танках, это я был в танках, когда танки вот недавно выдавали нам извинения. Это та самая компенсация, самая последняя, и это самая большая в игре компенсация. Новая компенсация будет еще больше, логично. Все мы понимаем, что разработчики обещали гипер-гиперкомпенсацию и лучше этой. То есть, чтобы ты понимала, кто-то давно просто не заходил в танки и зашел и забрал вот столько всего. Так, это вообще капец, это очень много. А сколько будет, и я прямо сейчас вам скажу, что будет 100% и что, скорее всего, будет по поводу компенсации, потому что мне много кто пишет, Лёха, а какая будет? А давайте такую, а давайте то. Во-первых, давайте мы обсудим, а потом еще кое-что расскажу. Орех сказал то, что всем нам будет автоматически пройден челлендж. Полностью. И многие подумали, что нижняя полоса боевого пропуска тоже будет пройдена. Но, во-первых, сразу скажу, тем, у кого нет БП боевого пропуска, то у тех не пройдется нижняя полоса там, где скин челленджа. Понятно. Это логично, супер логично. Но, как это может быть реализовано? Скорее всего, либо нам дадут звезды 3000 сразу на челлендж, либо же мы зайдем в игру и у нас уже будет автоматически пройден, и нельзя будет ничего купить, и БП докупить, и так далее. Одно из двух, хрен его знает. Может быть, сделаю так, что нам дадут звезды и дадут танкоинов, что мы можем и сами, кто там не купил до этого БП, да, у кого не было он куплен на этот месяц. Его купят, Battle Pass, боевый пропуск, и у них пройдется челлендж, и все. И это будет вам на халяву, даже нижняя полоса, потому что нам дадут еще много танкоинов. По призам, я вот прям вангую. Первое, то, что игра заработает на следующей неделе. Плюс-минус, я думаю, что разработчики настроены на понедельник, вторник, потому что они сейчас за эти выходные, они на этой неделе могли открыться, я думаю, но они решили прям все проверить, короче, чтобы наверняка. По контейнерам, смотри, ультра-контейнеры давали 20, в этот раз дадут, ну, минимум в 2, но, скорее всего, где-то в 3 раза больше. Мой прогноз 50-60 контов ультра. Обычных контов давали 15, я думаю, дадут штук 45, точно. А недельных штук 15-20. Фух, а что, 10-15? Ну, не, мне кажется, 15 штук точно должны дать, ну, блин, 10, может быть. Ну, 15, ну, прям 10 давали, эти 10 улетели в никуда, потому что сейчас игра не работает, и впустую просто, практически, да, мы взорвали и не поиграли. Я думаю, да тут где-то 21 день. Это Новый год, наверное. А может и 30, думаешь, 30 дадут до ДНГ прям? Да. Слушайте, а может, на 30-ку дней прямо. По звездам, ну, опять же, логично, что точно не больше 3000 звезд, либо их вообще не дадут, и просто чайнишь уже будет автоматически пройден, либо будет 3000 звезд забрать, 100% будет 3К. А если они будут? Танкойны, минимум 500-700, максимум 1000. Ты как думаешь, сколько? Думаю, что 700-600. 700-700 это просто, типа, боевой пропуск можно купить сразу же. А, 700-800? Господи, короче, Валя тут что-то кошака поймала, не знаю, зачем он тут в кадре, ну, короче, по компенсации, это прогноз 99,9%, потому что, в принципе, логично, что в этот раз извинения больше. Конечно бы, хотелось бы, чтобы дали XT контейнер, скин контейнер, ты знаешь, там нет? Да, я знаю, это, мне кажется, слишком много. Ну, ты чё? А почему бы, нет? Блин, ну, не знаю, я как бы хочу, чтобы эта компенсация запомнилась и... Ну, реально, такой впервые за 13 лет игры, вот такая вот долгая задержка, и игра так долго не работает. Это впервые в игре, Оль, за 13 лет. Я знаю, да. И поэтому... А, подожди, а ты же играла, такого не было? Нет, никогда в жизни. Ты какого года начала играть? В 2012-м. А, ну я тоже. А ты в каком месяце? Я не помню. Ладно, просто я думаю, кто из нас больше олд? Зимой, наверное. Ну, я тоже зимой. Короче, блин, ну, я думаю, что в этот раз что-то будет ещё особенное. Может, какой-то скинчик дадут. Короче, что-то подгонят. Либо этот скин, подарок, это будет чисто прохождение челленджа полностью с 700 танкоинами здесь, и которые мы можем потратить на БП. То есть это более реалистично. Реалистичный такой прогноз. И, скорее всего, так и будет. Но, как бы я хотел, я хотел бы 100 ультраконтейнеров, 50 таких, штук 30 недельных, према 30 дней, звёзд 1000, плюс боевой пропуск. Ну, или ладно, боевой пропуск, ладно, хорошо. Скин. Конечно же, скин. Новый скин, который называется будет как-то, не знаю, танки выжили там. Ну, не знаю, какой-то танк, который будет ехать, и у него там будет какой-то там подорожник сзади, типа, болтахаться. Ну, короче, типа, танки выжили. Я не знаю, ну, как-то так. Или перемотанный такой, знаешь, типа, с такой, типа, крестиком, крестиком, пластик, да, да, да. Либо краска такая, типа, тоже танки не работали, краска. О, разрабам на заметку. Кстати, реально, нифига, идею подогнул. Короче, ребят, прямо сейчас напишите в комментарии, какую вы хотите видеть компенсацию. Можете написать реалистичный прогноз, и какой бы вы хотели. Прям мечта, вот, Ваша. И из этих двух мы выберем что-то из этого. Я думаю, что разработчики тоже будут читать, смотреть. И у них же по-любому уже есть какая-то идея, и они еще зайдут посмотреть. Поэтому все. Такой видос, такой видос от разработчиков, такая вот инфа от меня, Толечки. С вами был BigTanks, ребят, ждем компенсейшн. Всем удачи, всем пока, друзья. Пока. За выздоровление танков. Да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok